Я тебя в ютубе видел. Ну хорошо. Мы свидетельствуем людям... Блогер-то его. Как зовут-то? Мы рассказываем о любви Божией. Что Христос умер за грехи людей и воскрес. И зовет всех к покаянию. Чтобы люди жили по-божески. Не по-зверски. А у тебя какая... Я-то христианская это... Ну хорошо. Вот вы допустим взрослый человек. Вы видите, что если я крещусь рукою, то 21 тысяча разных названий сектантов уже ушли. Они не крестятся рукою. Дальше. Я с бородой. Это означает что-то близкое к саробряществу. Ты по виду даже можешь определить, что я не баптист и не мусульманин. Мусульмане у нас усы бреют. А чем отличаются 50-ники от баптистов? Баптисты отличаются тем, что они нормальные люди, а 50-ники бесноватые. А в чем у 50-ников заключается... Беснование. А в том, что они падают, крещат и пену испускают. Они начинают крещать, гласолария называется, на иных языках. Я знаю, там у меня духовная родина. Я впервые там Евангелие получил. А иные языки это что, от Песа? Там нет никаких языков. Там бармотание одно. Написано, если нет толков... В Библии же написано. В Библии написано, если нет толкователя, молчи. А они не могут молчать. И говорят, по одному. А они все хором... А-ла-ла-ла-ла-ла, фа-та-р-фа-та-р-фа-та. И ничего не могут сделать. Я говорю, а ты можешь сейчас на вокзале... Вы знаете мне, они мне сказали, что это Дух Святой исходит. Да что говорить-то, надо среди них побыть. А я у них был, проповедовал, знаю. Я их знаю отлично. Это самая сумасшедшая секта. Вот сейчас так называемые харизматы. Они падают, на четвереньках ползают, лают, что угодно. Что это, от Бога? Посмотрите, там выступает Алексей Лидяев там. А баптисты совершенно нормальные люди. Только они не церковь баптисты. У них нет рукоположного епископата. Они не церковь. Но они очень хорошие люди. Потому что Слово Господне ощущает. Да, аминь. Аминь. Православная церковь, она идет от апостолов. Апостолы рукоположили епископов. Те епископы другие. Благодать дается через это. Это восьмая глава Деяния апостолов. А они нет. В 1609 году Джон Смит залез в воду, накрыл себя. Я крещаю своими Христатом. Так кто делал? Когда? Филипп и Евну вдвое сошли в воду. А дальше уже в 1639 году в Роджерсе первая баптистская община, аннобаптисты. Они воюют против крещения детей. Они не понимают даже, что крещение это прообразовалось обрезанием. Апостол Павел, 2 глава 11 стих Колоссянам говорит так. Мы, христиане, обрезаны обрезанием нерукотворенным, крещением Христовым. Они этого не понимают. А обрезание было восьмой день. И кто не будет обрезан, да истребится душа из народа. А ребенок ничего не понимал. Так и сейчас. А почему? Если я на корабль, церковь корабль. Я на корабль спасаюсь, я и ребенка возьму. Тут все понятно. Они этого не понимают. Умом пытаются решить. Они сектанты. Еретики настоящие. Тысячелетное царство будет когда-то, когда оно идет от Голгофа. Хелиазм. Иконы это виды. Вот я с ними разговариваю, баптистами. Они хорошие люди, повторяю. Я говорю, скажите, вы верите Евангелию? Конечно. А скажите, сколько Евангелий было в первом веке? Не знаю. Ты говоришь, двадцать. А почему четыре осталось? Они ни один вопрос не могут ответить. Потому что их положили на престол. А престол есть только у православных. Заперли алтарь. И утром пришли, все на полу валяются. А четыре лежат. Это Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Это профессор Масенковский пишет. А дальше, а теперь скажите, на каком языке они были? А на русском языке кто перевел? Не знает. Это лучший за мировую историю перевод. Четыре православные академии переводили духовные. Лучшие переводчики. Они ни один вопрос не могут ответить. Я говорю, скажите, Христос пришел и выгнал продающих? Да. А как он назвал это место? Он сказал, капище или как? Он говорит, дом мой. Дома молитвы наречется, а вы его сделали вертепом-разбойником. Ну да. А что это за храм? Кто строил? Соломон. Я говорю, да вторая параллельпоменон, 25 глава говорит, что пришел на выходоносор, разломал все и утащил, и в плен пошли. Какой? Да правда. Я говорю, а какой это храм? Они не знают. Я говорю, книга пророка Айгея. Из Икеиля, 41 глава, 17 стих. Ему данное указание, когда пришли из плена, это второй храм, который будет разрушен Титом. Начало разрушения положил Беспасиан. Я говорю, вы знаете, что в храме в этом были иконы от пола до потолка, а Христос говорит, это мой дом, а у вас ни одной иконы нету. Как так? Там написано изображение от пола до потолка, внутри, снаружи храма, а изображение по-гречески икон. Иконы. А вы иконы сжете, еретики. Вы проклятые перед Богом будете, если не покаетесь. Да как же так? У нас сейчас изображения везде не поклоняются, свечек еще нету пока. Но христианские церкви, там же нету икон. Они говорят, мы верим в живого Бога, а иконы... Ну хорошо. А в какого Бога верили? И в какого кумира. Понятно. А Христос в какого Бога верил? Почему изображения были в храме? Они на один вопрос не ответят. Написано, исход 20 глава, не делай изображение того, что на небе вверху, что на земле внизу, ниже земли. Что на небе вверху? Я вел занятие в пяти университетах. И вот студентам расчерчил вот такую доску. Я говорю, это преступление, а здесь направо наказание. Это наказание. Ну, это у Достоевской есть такой роман. Так, вот я буду писать наказание. Десять суток. Ну, это что-то, заматерился там на вокзале кто-то. Я говорю, год. Ну, этот курицу украл. А юристы сидят. Я говорю, десять лет. О, это серьёзная статья. Я говорю, высшая мера наказания. Ну, тут же говорить не надо. Это групповое изнасилование малолетнего, там, убийство. Убийство, при том, маньяк какой-то. Я говорю, а живьём в ад. Да такой статьи нету. Ну, говорю, людоед, людоеда съел. Нету. А у нас есть в Библии книга. Книга, третья книга, чисел называется. Она четвёртая. Книга чисел. И она прямо говорит. Дофана, Верона и Корея восстали, чтобы отделиться от церкви. С сектантами сделать. И они живьём в ад. С жёнами, с детьми, с шатрами. Совсем в ад. И весь народ побежал. Апостол Павел 1 Коринфянам. Десятая глава, 6-й, 11-й стихи говорит. А это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое. Это образы. А вы хулите. Я говорю, скажите, Ветхий Завет был тенью? Ну, Павел говорит, тень будущих благ. Так, теперь считаем. Первое, САРС, там, третья, пятая глава. И вот на поле жители Бевсомиса, они там, урожай убирали. И в это время ковчег из плена и везут его в корову. А ковчег что означает? Ну, ящик обыкновенный, с ручками. Ну, да. Я понял тебя, Иль. Мне на работу надо. Я сейчас коротко скажу только. И они там, жители, посмотрели в него, в ящик-то в этот. И Бог убил 50 тысяч и 70 человек. За что? Потому что слово, которое лежало, это Христос, слово было у Бога. А ковчег это Божья Матерь. А вы ее как поносите? У нее дети были, там, всякие слова. Вот вы теперь будете отмечать за это. Сразу затихли. Я среди них... Ну, ладно, вы запомните. Игнатий Лапкин, вы можете в скайпе имя найти, в скайпе. Игнатий Лапкин. Да я знаю вас. Я подписанный даже, по-моему. Да, ну, с Богом. Вас как звать-то? Олег, помолись, батя. Олег? Да. Так, ну, все-то да. Я хотел показать вам, что означает имя его Олег. Это у меня здесь. Подождите-ка. Это редкое такое имя. Сейчас гляну я. Так. Ну, о, какое имя-то у вас хорошее это. Это из Скандинавии пришло к нам. Это дословно перевести святой. Ольга, это женское имя. Ага. Вот так, святой. Вот у брата моего имя Витя, Витя. Как говоришь? Виктор, Виктор. Виктор означает победитель. Победитель. Это брат мой старший. Так не кури нигде, все побеждай грех. Для Христа будь воином. Все, аминь. Да благословить тебя Господь. С Богом. Да. Пока. Только не ругаться, чтобы. А, ну давай. Ты Дед Мороз? Нет, я не Дед Мороз. Я в теплой комнате сижу. До деда не дорос. Мне всего 81 год. Так, вы пока не ушли, вы можете зайти на наш Ютуб-канал, называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. Огромный канал. 18 тысяч. Стой, 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 стой. Подожди, пожалуйста. Сейчас, подожди, я зайду на Ютуб, и ты заново скажешь. 18 600, 200 роликов у нас. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Сейчас, подожди, повтори еще раз. Тихо, тихо, пацаны. А что у вас там? У вас там мусульмане есть? Название канала повторить. Во «Свете Библии» Игнатий Лапкин. Во «Свете Библии». Мы пришли сюда со Словом Божьим, с Библией, и вот в ее «Свете», от нее свет идет. Ну-ка, посмотрите. В «Свете Библии», да, ну что, нашли. Сейчас, стой. Нашли? Так, нашли, нет. Да. Во «Свете Библии» Игнатий Лапкин. Сколько подписчиков? 43 тысячи. 900. А общий просмотр, общий просмотр, 44 миллиона. Да. А ты что, сейчас рулетки снимаешь? Да, у нас все снимается, все выставляется. Вот, мы говорим о Боге, о вечности. А тут, если у вас есть мусульмане, мы можем поговорить с ними по Корану. Выпустишь? Вот. А мусульманам нет, но есть, Женя. Выпустишь, когда? Так. Когда видео следует? Не понял, повторите. Видео следующее, когда выпустишь? Ну, у нас выставляется, видите, это коротенько. Если бы долго говорили, долго, мне нужно 500 мегабайт, тогда бы я выставил сегодня. А так мне приходится слеплять, это администрация делает. Она может позже появиться. У нас очень интересные ролики. С Богом. Спасибо всем. Пока, доброго. Всего хорошего, с Богом. Время разговариваю-то. Ну, вы же меня слышите. Да нет. Честному человеку не надо прятаться. Тут даже... Вот, вот то же самое вы мне говорили неделю назад, и поэтому не захотели... В правилах, в правилах рулетки это написано, чтобы лицо было четко видно. Ну вот, я просто повторил то, что было неделю назад. Да нет, ну напрасно. Тем более, я пришел с великой миссией для вас о Боге говорить, а вы спрятались. Нехорошо это. А вы знали, что Бога нет? Как? А куда он делся? Утром был, сегодня молились только. Да, это просто, чтобы общество контролировать придумали. Контролировать? Да как же, как всех людей проконтролируешь? Вы что? У людей будет страх. Это даже масоны не делают. Страх? Да кому не надо, чтобы страх не было? Не было страха, это банда уголовников. Ну вот, страх. У вас страх, на дороге едете, что полицейский вам отберет там права или что-то. Везде страх. Так, если этот страх, я не... Так, давайте дальше. Выходите оттуда. Да я вам важные мысли подам. Нет, много уровней страха. Так, 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 выходите оттуда. Знаю эту книгу, но я не верю в этот чувак. Ну, не веришь, значит, сиди как щервяк закрытый. Материться начнешь. Это бессмысленно, бессмысленно совершенно. Люди гниют, умирают и больше не будут. Ну, здесь-то нет, чтобы так разговаривать, это один может быть на сотню. Половина голые мужики совокупляются, анонизмом занимаются. Это и можно. Вот, вам не нравится, вам не нравится, что... Ну, не нравится, как вам нравится-то? Зачем это сквер на дна? Да нет, нет, вам не нравится, что я без веб-камеры сижу. Так вот, они с веб-камерой. Вот, видимо, вам такие люди интересны. Ну, ладно, у нас это не принято так. Тут не чистое какое-то... Не принято, я же без веб-камеры, это плохо. Вот, они с веб-камерой... Так, вы умышленно без камеры? Ну, конечно. Потому что наяривают в чате. Ну, глупости говорите. У меня... Слушай, внимательно, слушай. Как звать-то? Звать как вас? Вы не сможете на меня давить своим авторитетом. Так, вас как звать? Я на такую херню не ведусь. Меня авторитетом в вашем возрасте вы не надавите. Я не мысль зашорена. Ну, сейчас вы материться еще начнете. Нет, вы не сможете на меня давить авторитетом. Для меня люди... Ну, хорошо. Я авторитет. Вас как... Я из... Слушай внимательно. Я из Барнаула. Город Барнаула, Тайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Как вас звать? Меня Алекс зовут. Александр? Алекс. Алексей, да? Алекс. Или Олег? Алекс. Я не пойму, что за имя Олег. Ну, греческое имя Алекс. Олег первая буква? Нет, А. А Олег такого нету. Есть Алексей... Есть греческое имя Алекс. Алекс. Да вот у меня календарь. У меня календарь. Все греческие имена. Все здесь написано. Ну, есть и греческое имя Алекс. Ну, по-русски-то как, когда вас здесь крестили? Как назвали? Я говорю, это греческое имя. Интересно. Так вам нельзя и имя-то даже настоящего дать. Вот так. Это не годится. Это зашуренность. То есть вы не принимаете другие имена... Да что ты понимать-то? Смотри. Нет, я начальник детского лагеря. Даю объявление. Тысячи газет печатают адрес, телефон. Все открыто. Дальше. У меня видеоканал. В видеоканале у меня роликов 18 260. И ни на одном нет, чтобы я прятался. Клево. 18 тысяч? Это в два раза больше самого большого в интернете. Понятно. А я прятался бы. Что бы было-то? Ну, это ваше право прятаться. Да никакое не право. Это дурь. Что такое? Все. Надо посмотреть. Не голый. Ну, без бороды. Это уже вопрос другой. Мы пришли со Словом Божьим, чтобы рассказать о Спасителе Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Вот если желаете поговорить на духовную тему. Да, вы православный деятель, я так понимаю, да? Плохо слышно. Я говорю, вы православный деятель. Так? Вот если подождите, у меня тут какая-то... Вам не... Выскочила табличка обновить что-то такое. Так. Ну, ладно. Пока не поговорим, говорите, что хотели сказать. Вы православные деятели, я так понимаю, да? Да, мы православные проповедники. Для этого пришли в это место разбрата, чтобы людям рассказать о Боге. Рулетка – это место самое скверное во всем интернете. Рулетка – это место.